Актуальный микрофон Сегодня мы поговорим об Интерполе, о наших сыщиках, которые разыскивают преступников по всему миру. Узнаем, каким образом другие страны выдают нам нарушителей беглецов и также, кто скрывается в Беларуси от международного розыска. Итак, гость нашей сегодняшней программы Александр Сергеевич Петран, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, сегодня в нашей программе топ самых известных белорусских беглецов, которых разыскивает Интерпол. Кто скрывается от международного правосудия в нашей стране, тоже узнаем. Что такое международный паспорт Интерпола и зачем его признала наша страна. Будут ли белорусскую базу данных отпечатков пальцев передавать международной полиции и находят ли украденные в нашей стране автомобили за границей. Итак, Александр Сергеевич, в январе белорусская делегация во главе с министром внутренних дел Анатолием Кулешовым была с официальным визитом во Франции. Было подписано соглашение о признании Беларусью паспорта Интерпола. Что это за документ, для чего он нужен и что дает нам вот это вот признание паспорта? История паспорта Интерпола началась сравнительно недавно. Решение о создании паспорта Интерпола было принято единогласно всеми странами и членами организации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2009 году, которая состоялась в Сингапуре. Полномочия на проведение переговоров и подписание соглашения о признании данного паспорта Республикой Беларусь были даны министру внутренних дел Беларуси, президентом Республики Беларусь. В соответствии с этим решением наша делегация и выбывала в Лион, во Францию, где и было подписано данное соглашение о признании паспорта Интерпола. Он у вас с собой сегодня. Давайте покажем нашим зрителям и узнаем, для чего же используется этот документ. Значит, паспорт выглядит следующим образом. В соответствии с последними международными стандартами, разработанными Международной Организацией гражданской авиации ИКАО. То есть это уже биометрический паспорт? Совершенно верно. Это биометрический паспорт, который создан Генеральным секретариатом Интерпола и выдается он только Генеральным секретариатом Интерпола. Это единственный эмитент данного паспорта. Значит, этот паспорт содержит оптически считываю мазону и микрочип. На микрочипе содержится биометрическая информация о владельце, естественно, это и отпечатки пальцев, и фотография в цифровом формате. То есть паспорт создан с соблюдением новейших требований безопасности к данным документам. А кто может быть владельцем такого паспорта? Владельцем данного паспорта могут быть, в общем-то, четыре категории лиц. Это члены исполнительного комитета Интерпола, включая президента организации. Это сотрудники Генерального секретариата Интерпола, рабочего аппарата организации. Сотрудники всех Национальных центральных бюро Интерпола, всех стран-участниц. Это 190. И руководители национальных полиций стран-участниц и их заместители. Скажите, а что, по сути, дает Беларуси подписание вот этого соглашения о признании данного документа? Ну, во-первых, как бы это свидетельство приверженности Беларуси к расширению международного сотрудничества в правоохранительной сфере со всеми государственными членами Интерпола. Кроме того, здесь есть два аспекта. Первый аспект — по приглашению Республики Беларусь сотрудники Интерпола могут въезжать в служебных целях по данному паспорту без визы в Республику Беларусь с целью предотвращения преступлений, с целью раскрытия преступлений, ликвидации последствий каких-либо чрезвычайных ситуаций, а также для участия в обеспечении охраны общественного порядка при проведении различных международных мероприятий, а также в проведении различных тренингов, семинаров и так далее. Скажите, а значит ли это, что мы увидим сотрудников международного Интерпола на чемпионате мира по хоккею 2014 и вообще как Беларуси к Интерполу? Я думаю, что это возможно. Если Республика Беларусь примет решение пригласить сотрудников генерального секретаря Интерпола, я думаю, это возможно, потому что существует достаточно широкая практика приглашения таких групп по обеспечению охраны общественного порядка. Они, в частности, выбывали на чемпионат мира по футболу и в Южной Африке, и на чемпионат мира по хоккею в Словакии. И сейчас они готовятся к отправлению в Украину и в Польшу для обеспечения охраны общественного порядка в рамках чемпионата Европы по футболу. То есть, если будет принято такое решение, они будут приглашены, то это возможно. Будет ли Беларусь направлять своих специалистов в другие страны? Дело в том, что, естественно, сотрудники правоохранительных органов Беларуси могут выбывать в те страны, которые признают данный паспорт, для участия как в международных специальных полицейских операциях, так и для осуществления процедуры экстрадиции, а также в различных семинарах, тренингах и так далее. То есть, главный, наверное, смысл введения документа – это упростить работу глобальной полицейской организации. То есть, вот визовые различные барьеры снимаются и оперативнее будет? Совершенно верно. Преступники практически не знают границ, и сотрудникам правоохранительных органов надо быстрее реагировать на эти вызовы и, естественно, иметь возможность более быстрого перемещения по странам. Поэтому этот паспорт, в общем-то, и был создан с этой целью. Может быть, тогда попросим вас назвать статистику, коль не знает преступность границ, сколько же ежегодно разыскивает преступников белорусские интерполы? Республика Беларусь является членом Международной организации уголовной полиции уже 18 лет. В прошлом году мы объявили в Международный розыск с целью выдачи 55 лиц. Установили местонахождение 49. То есть, в принципе, это достаточно эффективная работа. Что касается всего, сколько у нас находится на данный момент в Международном розыске с целью выдачи, это 515 человек. Из них установлено местонахождение на данный момент и розыск не прекращен 167. Скажите, а где нынче пропадают белорусские граждане, где предпочитают скрываться, в каких странах? Ну, тут как бы есть разные аспекты практически во всех странах. Если мы говорим о преступниках, то это на всех континентах. Без вести пропавшие также возможны самые различные примеры. У нас в прошлом году установлены пропавшие граждане Беларуси на территории Анголы, Коста-Рики, США, страны Европы. То есть, это практически весь мир. Скажите, а вот у нас есть список топ самых разыскиваемых белорусов за рубежом, ну, такой неофициальный. В интернете часто встречаются, это громкие дела. Не будем называть их поименно, конечно, мы, но скажем, что это и руководители банков, и автодилеры, и владельцы футбольных клубов. И, в принципе, известно местонахождение этих людей, но почему-то до сих пор они, ну, на свободе, скажем так. Уходят от наказания. Здесь, как бы, я хотел бы пояснить следующее, что задача Интерпола – это розыск преступников. Это первая и основная задача. Вторая задача – это осуществление самой технической стороны процедуры экстрадиции. То есть сотрудники Интерпола в составе конвойной группы выбывают в иностранное государство и перевозят преступника, либо обвиняемое лицо в совершении преступления в Республику Беларусь. Вопросы же, что касаются самого рассмотрения ходатайства, выдачи, это не совсем наша компетенция. Это компетенция судебных органов, органов прокуратуры, органов юстиции. Ну и вот экстрадиция, она же не всегда возможна, ведь законодательства в разных странах они разные. Да, здесь я как бы хотел сказать, что здесь вообще сама процедура экстрадиции, рассмотрение вопроса, она длится иногда достаточно долго. Иногда это и 3, и 5, и 10 лет. Поэтому вот у нас есть и лица, которые я уже говорил, их 167, в отношении которых решение пока о выдаче не принято. Значит, здесь, ну, можно привести примеры, все страны сталкиваются с подобными проблемами. В частности, например, всем известна фигура российского крупного предпринимателя Бориса Березовского, которому есть вопросы со стороны и правоохранительных органов, и Российской Федерации, и Швейцарии, и Бразилии. Он разыскивается всеми этими странами. Тем не менее, вполне счастливый у него в Великобритании. Возьмем пример, например, с известным режиссером Романом Полански. Он обвинялся в Соединенных Штатах в совершении изнасилования. Тем не менее, правоохранительные органы Швейцарии отказали в его выдаче. Сейчас у всех на устах вопрос с экстрадицией основателя Вики Ликс Джулиана Асанджи. Уже на протяжении нескольких лет вопрос о его выдаче в Швецию из Великобритании также рассматривается в судах различной инстанции, и решение пока не принято. И что, даже Интерпол бессилен в таких ситуациях? Это не компетенция Интерпола. Компетенция Интерпола — это установить преступника, а дальше уже в силу вступают именно судебные органы стран-участниц, которые и принимают решение удовлетворить ходатайство о выдаче, либо отказать в ходатайстве о выдаче. Ну а вообще проблемами, с которыми сталкиваемся мы здесь, это как бы тоже общеизвестные проблемы. Первое — это преступник успевает до объявления в розыск приобрести гражданство страны пребывания в иностранном государстве. Ни одно практически государство не выдает своих граждан в иностранное государство для привлечения к уголовной ответственности. Второй момент — это, возможно, как бы случай есть получения политического убежища. Также это является препятствием к выдаче. Ну и также вопрос наличия договоров о правовой помощи по уголовным делам. Опять-таки, не со всеми странами заключены договоры о правовой помощи по уголовным делам, и не все страны признают принцип взаимности, который закреплен в нашем уголовно-процессуальном кодексе при рассмотрении вопросов о выдаче. Поэтому вот этот комплекс весь вопросов, он как бы и накладывает отпечаток на то, что иногда вопрос о выдаче рассматривается на протяжении ряда лет. Тем не менее, я бы сказал, что результаты розыска иностранных граждан и граждан Республики Беларусь у нас поставлены достаточно эффективен. И если сравнивать с другими странами СНГ, то я думаю, что мы в числе первых рядов. Вообще, наверное, схема укрытия преступника, она такая вот традиционная, это пересечение границы. В другой стране он чувствует себя, наверное, как считает он, в безопасности. Тем не менее, есть ли ситуация, когда в нашей стране скрываются преступники, объявленные в международный розыск их находят, или наоборот, приезжают натворившие бед, скажем так, в другой стране и выбирают в качестве укрытия Республику Беларусь? – Безусловно, таких случаев достаточно много, и мы здесь не исключение, мы не стоим в стороне от общемировых процессов. Вообще, для розыска иностранных граждан на территории Беларуси создана достаточно мощная нормативная база. Что касается оснований для розыска иностранного гражданина в Беларуси, это запрос иностранного государства, полученный по каналам Интерпола, плюс нахождение сведений о розыске лица в банке данных Генерального секретариата Интерпола. Если эти два критерия выполняются, то осуществляются розыски иностранного гражданина на территории Беларуси. – Александр Сергеевич, а вот чем руководствуются люди, когда выбирают в качестве укрытия нашу небольшую, такую спокойную страну? Вот кажется, у нас же все как на ладони, где можно спрятаться. И как прорабатываются, например, их родственные связи в Беларуси, возможные? – Здесь как бы самые различные есть мотивы и самые различные основания. Вот, например, всем известно, что несколько лет назад в Беларуси был задержан такой гражданин Южной Африки Джордж Дидерик Принцлоу. Он у нас обвинялся в совершении ограбления отделения Беларусьбанка, по-моему, в Барановичах. Он находился в международном розыске. Вот он скрывался на территории Беларуси у своих женщин. Некоторые преступники, они просто как бы пользуются тем, что Беларусь транзитное государство. И опять-таки, это общемировая практика. – Но это упрощает вам работу? Потому что, мне кажется, Интерпол своего рода такую выжидательную позицию часто занимает. Вот пересек преступник границу, воспользовался транспортом, купил билет, авиа, предположим, все, он уже попал, он засветился. – Нет, у нас есть два направления работы. Первое – это, безусловно, помещение сведений о разыскиваемых лиц в специальный банк данных, когда эти лица выявляются и задерживаются при пересечении государственной границы Республики Беларусь. Это первый момент. А второй момент – это запросы об установлении местонахождения обвиняемых и лиц пропавших без вести. Поисковые мероприятия мы, на конец года, проводим в отношении 208 иностранных граждан, в отношении которых имеется информация о наличии связи у них в Республике Беларусь, а также сведения о их возможном въезде на территорию нашей страны из различных источников. То есть мы работаем по этим гражданам. – Значит, пограничники пользуются базой данных Интерпола, и это эффективно, да? – Совершенно верно. Это не так давно, это буквально пару лет, но пограничники пользуются банком данных лиц, находящихся в международном розыске с целью выдачи. – Скажите, люди же пересекают границу, преступники зачастую используют фальшивые документы при пересечении границы и при нахождении на территории нашей страны. Есть ли какая-то база данных, допустим, утерянных паспортов, на базе которых делаются фальшивки? – Безусловно, есть. Существует банк данных похищенных либо утраченных паспортов и иных документов, удостоверяющих личность. Это банк данных Интерпола, который находится в Лионе, и в нем находится сведение на данный момент приблизительно о 30 миллионах похищенных либо утраченных паспортов и иных документов, удостоверяющих личность, разыскиваемых 110 государствами. В этот банк данных внесены также сведения о 430 тысячах национальных паспортов Республики Беларусь, которые были либо похищены, либо утрачены. То есть указанный банк данных существует, и он эффективен. В частности, например, в большинстве крупных аэропортов, в пунктах пропуска стран Европы, Северной Америки правоохранительные органы этих стран имеют доступ к указанному банку данных. Актуальный микрофон Напомню, мы сегодня говорим о деятельности Интерпола в Республике Беларусь и также в целом о международной организации. У нас в студии руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь Александр Сергеевич Петран. Давайте еще нашим слушателям и зрителям поясним, какие основания существуют для розыска лиц. То есть, видимо, это же не только преступники попадают в поле деятельности, в поле зрения Интерпола, но и пропавшие без вести или какие-то еще люди. Безусловно, это и пропавшие без вести. В частности, у нас сейчас в международном розыске находится 208 граждан Беларуси, которые пропали без вести. 28 было объявлено в розыск в 2011 году и установлено местонахождение 14 из них. То есть, эта работа также ведется планомерно. И также мы проводим проверочные мероприятия в отношении целого категории лиц. То есть, это тоже сотни людей ежегодно, которые проверяются по различным учетам Интерпола. Является ли нахождение человека в таком вот вашем списке каким-то препятствием для выезда за границу? То есть, может ли быть такое, что человек где-то на границе в аэропорту либо на наземной границе узнает, что он, оказывается, у вас в списках числится и может выехать? То есть, списки, они прозрачны, как-то они видны? Допустим, на сайте Интерпола можно их увидеть, кто разыскивается? Как правило, нет. То есть, существуют некоторые лица, сведения которых находятся на публичном веб-сайте Интерпола, но в основном нет. И более того, лица, например, те же пропавшие без вести или лица, за перемещением которых установлен контроль, они даже не узнают о том, что они находятся в банке данных Интерпола при пересечении границы. Задерживаются, как правило, это те лица, которые находятся в международном розыске с целью выдачи. Некоторые эксперты против вообще публикования таких вот открытых списков, кто в розыске в интернете. Это, мне кажется, абсолютно правильное решение. Так вот тихо, но надежно работает русский Интерпол. Ну что ж, давайте затронем еще одну важную деталь. Я думаю, что сейчас очень много вопросов будет у тех, кто покупал в последнее время автомобиль. А их немало. Да, часто очень из-за границы белорусы пригоняли автомобили, покупали на рынке. И, конечно же, как узнать, не находятся ли автомобили в международном розыске. Интерпол тоже занимается вот этой частью нахождения похищенных машин. Да, это одно из основных направлений нашей деятельности. Но, скажем так, здесь тоже есть две стороны медали. Одна сторона — это розыск автомобилей, которые похищены на территории Беларуси, у граждан Беларуси, их розыск за рубежом. И второй момент — это выявление автомашин на территории Беларуси, которые везли наши граждане и которые находятся в международном розыске. Значит, в этом направлении механизм каков? Все автомашины, вообще похищаемые на территории Беларуси, они вносятся в банк данных Генерального секретариата Интерпола. Сколько в этом банках? Как правило, это ежедневно. Вообще, машин, похищенных в Беларуси, в банке данных Интерпола, на настоящий момент свыше 10 700. Как правило, ежедневно вносятся сведения о 3, 5, 7 автомашинах, которые похищены на территории Беларуси. То есть это средние цифры. И насколько эффективна работа по розыску похищенных у беларусов машин? Даже если вывезут за границу, значит, ее можно отыскать где-то? Безусловно, можно, потому что, когда машина вносится в банк данных Генерального секретариата Интерпола, все государства Интерпола обладают возможностью выявить эту автомашину путем проверки идентификационного номера автомашины по указанному банку данных. И, безусловно, это имеет место. Что касается выявления автомашин на территории Беларуси, то все регистрационные отделения ГАИ имеют доступ к банку данных Интерпола. И при осуществлении регистрационных действий автомашина, естественно, проверяется по банку Интерпола. В прошлом году, всем известно, был пик ввоза автомашинных регистраций, снятия из учета. Было выполнено свыше 1 160 000 проверок, и на территории Беларуси были установлены 1122 автомашины, похищенные за рубежом. Это высокий процент из мировой практики? Из мировой практики я могу сказать, что вообще Беларусь – это одна из немногих стран мира, где такая система внедрена именно во всех регистрационных отделениях ГАИ. То есть это достаточно эффективно работающая система. В ряде стран, где проводятся выборочные проверки, естественно, полной картины представить невозможно. То, что у нас прибывает к нам на регистрацию или снимается с учетом, безусловно, это… Все проверяется. Все проверяется. Скажите, а за чей счет тогда возвращается машина владельцу, и как быть беларусу, который оказался, сам того не зная, покупателем машины из списка интерфейсов? Да, машину же конфискует, а что дальше? Значит, поясню. Если машина установлена за рубежом, опять-таки, процедура возврата, вообще говоря, она входит в круг гражданских правовых отношений. И есть два механизма возврата. Первый механизм в большинстве стран используется. Это владельцу, точнее, собственнику автомашины необходимо прибыть в определенное отделение полиции с документами, подтверждающими право собственности на данную автомашину и забрать данную автомашину. Ну, а в частности, что касается Российской Федерации, Республики Беларусь, то, как правило, вопрос о возврате автомашины решается в рамках, опять-таки, гражданского иска о бестребовании автомашины и чужого незаконного владения. Ну, а Беларусь остается жертвой, так сказать, мошенников, которые продали этот автомобиль. Такое тоже возможно, да. У нас есть постановление Совмина, и если Беларусь является добросовестным покупателем автомашины, машина регистрируется на данного гражданина Беларуси, с отметкой разыскивается Интерполом, и владелец предупреждается о возможных последствиях, если он выйдет на данные автомашины за пределы Республики Беларусь. Как обезопасить себя, покупая автомобиль? Может, вы узнаете, из каких стран не стоит покупать автомобиль и как быть на чеку? Ну, наиболее безопасный способ, конечно, это покупка, естественно, новых автомашин. К сожалению, не всегда это возможно. Либо в автосалонах, либо когда владелец покупает автомашину у предыдущего владельца, то есть непосредственно наиболее. Наиболее опасные покупки, безусловно, это на рынках, на авторынках. Вообще, силовиков в нашей стране много, и каждый занимается своей отраслью. Вы сотрудничаете с белорусской милицией, с другими правоохранительными органами, или Интерпол как-то особняком? Нет, безусловно, мы очень тесно сотрудничаем. Это одна из основных наших задач, именно координация усилий всех правоохранительных органов. Вообще, НСБ Интерпола является подразделением в составе криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь. И мы очень тесно взаимодействуем со всеми подразделениями, как криминальной милиции, так и со всеми другими подразделениями Министерства внутренних дел. Также, естественно, мы сотрудничаем и с другими правоохранительными органами Беларуси и иностранных государств. Все наши слушатели, все наши зрители помнят о масштабной дактилоскопии, когда белорусская милиция очень много отпечатков пальцев наших граждан снимала и собирала базу данных. Эти отпечатки пальцев, они находятся в МВД, либо тоже попадают в международную полицию, в Интерпол? Ну, безусловно, держателем Банка данных является Министерство внутренних дел Беларуси. Что касается дактилоскопической информации, которая передается за рубеж, то это очень ограниченный набор дактилоскопической информации. Это, как правило, следы пальцев рук смест нераскрытых преступлений, следы пальцев рук лиц, объявляемых в международный розыск, следы пальцев рук лиц, подозреваемых, либо обвиняемых в совершении преступлений для проверки их на причастность к преступлениям за рубежом и следы пальцев рук, как правило, иностранных граждан, которые направляются в Интерпол для их идентификации. Что касается граждан Беларуси добропорядочных, которые были дактилоскопированы в рамках закона государственной дактилоскопической регистрации, то категорически нет. Дактилоскопическая информация данной категории граждан ни в Интерпол, ни в какие-либо иностранные государства не направляется. Это предусмотрено законом. То есть законопослушные граждане могут быть спокойны. Могут быть спокойны, данные о нас останутся в пределах страны. В заключение, мы понимаем, что у вас очень много секретной информации, но, может быть, вы озвучите какие-то самые резонансные задержания, благодаря которым белорусы узнали, что у нас есть национальное бюро Интерпола, собственно говоря. Не так давно задержали белорусских хакеров, которые работали за границей и украли 1,8 миллиона долларов с банковских счетов. Это как бы наша обычная работа. Здесь в плане того, что мы касаемся борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий, то мы, безусловно, очень тесно сотрудничаем с нашим управлением по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, а также с генеральным секретариатом Интерпола. Здесь, если вы посмотрите, опять-таки, архивы, вы, наверное, вспомните об операции «Торнадо», которая была инициирована Республикой Беларусь по инициативе Управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. То есть эта работа ведется постоянно. И, в частности, вот то, что вы упомянули, этот один пример, то Беларусь в 2011 году приняла участие в 8 международных полицейских специальных операциях по данной линии. То есть это просто обычная работа. И здесь мы как бы не считаем, что что-то резонансное происходит. Это просто обычная повседневная работа. Спасибо, Александр Сергеевич, за наш сегодняшний компетентный разговор. Напомню, мы сегодня узнали, что наша страна признала паспорт Интерпола, а это значит, сыщики многих стран, сколько уже стран подписали этот документ, признали его? 33 страны признала данный документ, подписали соглашение с Интерполом, в частности, такие страны, как Латвия, Франция, Пакистан, Бразилия, Катар. К концу года планируется признание данного паспорта уже 50 государствами и членами Интерпола. И вот сыщики этих стран смогут без каких-то визовых регистрационных препятствий работать на территории нашей страны в случае необходимости. И наши тоже сотрудники Интерпола могут посещать эти страны. Соглашение, напомню, было подписано министром внутренних дел нашей страны Анатолием Кулешовым во французском Лионе. Ну и что касается подведения итогов нашей программы, мы напомним, что за преступлением всегда следует наказание. Преступников экстрадируют даже через много лет, а автомобили привозят обратно даже через тысячи километров. Отказы в выдаче злоумышленников есть в истории многих стран. Это глобальный вопрос, требующий решения. В банке Интерпола окажутся отпечатки только тех, кто подозревается в совершении преступления. Ну а добровольно сдавшие могут спать спокойно. И, наконец, Интерпол остается гарантом стабильности в нашей стране и в мире. Нашим гостем был руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Республике Беларусь Александр Сергеевич Петран. Спасибо. Вели программу Павел Лазовик и Виктория Сенкевич. Напомню, мы услышимся в эфире Белорусского радио по будням в 12.05. И увидимся в эфире спутникового канала «Беларусь-24» по вторникам и четвергам в 17.30. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»